Важные новости последних часов связаны с Сирией. Там сразу несколько десятков группировок хотят присоединиться к режиму прекращения огня. Об этом объявлено в Астане после консультации, в которых участвовали представители официального Дамаска, вооруженные оппозиции, а также делегации стран-гарантов России, Ирана и Турции, которые, как было решено, создадут совместную группу по контролю за перемирием и займутся размежеванием террористов и отрядов оппозиции. Надо отметить, что обсуждение проходило не в одной лишь столице Казахстана. Был организован телемост со столицей Сирии и с Москвой. Такой формат оправдан еще и тем, что в России как раз сегодня был спецпосланник ООН по Сирии Демистура. И о той самой карте с линиями размежевания с ним говорил российский министр обороны. Мы надеемся, что сегодня будут приняты основные решения по составлению единой карты, карты, на которых мы определяем точные места нахождения умеренной оппозиции. Те, кто присоединился к режиму прекращения огня и те, кто к нему не присоединился. Но особо важно это то, что те места, где находятся террористы, ИГИЛ, Жабхата, Нусра. Борьба с террористическими группировками будет продолжена, добавил Сергей Шойгу. Причем в ней уже участвует и сирийская умеренная оппозиция. Что касается районов, где установилась затишье, там создаются условия для масштабной гуманитарной операции. Пока помощь местным жителям, которые нуждаются и в продуктах питания, и в медицинской помощи, оказывает только российская армия. За все усилия по урегулированию посланник ООН поблагодарил нашу страну. Еще остаются очаги боевых действий, но по сравнению с тем, что было, перемены огромные. И в этой связи встреча в Астане очень важна. Я знаю, вы как военные проанализировали карты, чтобы обозначить места, где могли бы разместиться опорные пункты ООН, которые займутся оказанием гуманитарной помощи. Ее необходимо наращивать. Устойчивое перемирие позволит нам добраться туда, где наша помощь необходима в первую очередь. И еще Домистуру упомянул политические переговоры по Сирии, запланированные на 23 февраля в Женеве. Главными темами там должны стать вопросы управления страной, проведения выборов и проект новой конституции. Основой для нее может стать вариант предложенной российской делегации в Астане. Об этом с посланником ООН говорил сегодня же глава нашего МИДа Сергей Лавров до того, как отправился в Германию на министерскую встречу Большой Двадцатки.